Восвитая служба информации телерадио компании Гомель у студии Натальи Игнатенко глядите у гэтым выпуском. Сегодня в рамках работы 14-го Гомельского экономического форума отбылось выездное посадение секции туризм Гомельщины. Сегодня открылась самая бояная региональная выстава Беларуси «Вясна у Гомели». В областном центре пройшел международный чемпионат молодь и предпринимательства. И больше подробно об этом не только. Сегодня у Гомели представили нового помощника президента Республики Беларусь, инспектора по Гомельской области. Сгодно с решением керавника державы им назначенный Юрий Шулейко. Юрий Шулейко народился у городского поселка Козловщина Дятловского района Гродинской области. У 1968 годе. У 1992-м закончил Могилевский технологичный институт. У 2002-м академию керавания. Працевал на Гродинском мясокомбинате. Узначальвал Лицкий мясокомбинат и объединение Гродно-мясом Алпрам. У 2012-м 2013-м первый наместник старшини Гродинского гарвы Канкама, потом наместник старшини Гродинского областного выканавчика комитета, где курировал промысловость, а так само займался питаниями якости и конкурента с дольности продукции. 12 мая этого года Юрий Шулейко назначен помощником президента Республики Беларусь инспектором Пагумельской области. Я должен информировать администрацию президента, как потекает развитие этого прекрасного уголка. Конечно, это не только контрольная работа, это изучение, это оказание содействия тех вопросов, в чем мне это будет позволено. Сегодня в рамках работы 14-го Гомельского экономичного форума отбылося везное посяжение секции «Туризм Гомельщины». Ее удельники ознайомилися с потенциалом региона на прикладе Будакашалевских, Рогачевских и Жлобинских районов. Думками специалистов потекавился Олег Синцеров. Выездные посяжения туристической секции стали уже традицией. Перед тем, как обмерковать перспективы развития Галины, совсем не перешкодить, ознайомиться с реальной ситуацией на месте. Сегодня на Гомельщине действует больше 180 градусов, 20 из которых створены только за вкушный ход. Разом с тем, назвать их деятельность эффективной можно далеко не зауседы. Если нет, сколько туристов вымирается сотнями, то и другие садибы за год добро, если несколько десятков наведаются. За международные деньги форума делятся опытом. Необходно, по-первых, устанавливать реальные цены, по-другому, больше уваги надавать забавляльной программе, плюс обовязковая реклама. В речи агротуризм – это не заняток для души, а справа для профессионалов. Как можно больше рассказываем о своем продукте, как можно больше завлекаем клиентуру, не только с Украины, не только Черниговской области, Киевскую. Мы стараемся полностью общественно доносить, и не важно, какое население. Главное, чтобы заинтересовывать людей, что это действительно здорово, это действительно классно. Все ориентируется на клиента, на их интерес, что сейчас больше люди, я же говорю, хотят развлечений, хорошо покушать, хорошо отдохнуть. Цены у нас абсолютно адекватные. Притягнением туристов сегодня занимаются и установы культуры, и так само с переменным поспехом. О Чабатовицком центре народного быта демонструюсь коллекцию, собранную больше за 20-ти годов и увез к их сейсоветам. Тут, с оправдой, есть на что поглядеть. От прадедовских соломорезов до послевоенных телевизоров и радиол. А пошлина до речи, для наведывальников прожадания можно включить и зараз. Телевизоры так само справные, але после перехода на лечебный сигнал картинку уже не показывают. Неадъемная часть жития советского человека. Чемоданы. Ось с такими великими ездили в отпочинок. Прожадание сюда можно покласти разных речев, килограмму на 15, а то и 20. А вот это чемодан для наставников. Зимой ходили в школу. Внутри находились как подручники, так и шитки. И разом с ним, не глядячи на наявность эксклюзивных экспонатов о Чабатовском центре народного быту «Перекананы», только экскурсиями сегодня уже обмежовываться нелька. По этой причине работники музея у метах популяризации имкнутся примать самый активный удел в усих мероприемцах и фестивалях, от дажинок до кличу по лесу. А прочатаго сирот пропанул и фотосессий для молодых, и местовые стравы. Накстат горбаты с травами, блинов и борщу. А почня до речи корыстается особливой популярностью у замежных туристов. Дегустация продукции зараз у Вогулі становится неадъемной часткой туристичных послуг. Нават, калі размывы идзя б промысловым туризмі. Ясчэння какі гадоў таму, большість предприемства у Гоменской області об такім видзі дзенасі нават слухать не жадала. І знаходзіла для адмовы десяткі причин. Сьогоднія ситуація пачала зміняцца кардэнальна, і маршруты распрасавалі, і адповідных специалисту подрахтавалі. У речі ця реклама як від творчих махчам ісё регіона, так і продукці конкретних предприємств. Крупне наше предприятие Гомсельмаш, он тоже уже в этой, скажем так, обойме. І вони сьогодні разработали нескільки туристических маршрутов. У них сьогодні подготовлено для приема туристів спеціальна площадка, проход по території предприятия. Видім, що с кожним годом таких предприятий, які готовы работать сьогодні с туристическими предприятиями, с туристами, принімати ціх туристів, проводити їх через свої цеха і заканчувати екскурсії своїми фірменними магазинами, становиться все більше і більше. Сьогодні у Раджіста відкрилася самая буйнає регіональна выстава Беларусі весна у Гомілі. До 21 мая жіхары і гості города можуть наведаць яє на території крытага катка молодежного жильовага комплексу «Сонічны». Всю літня выстава стала самою масштабной за усю гісторію проведення. Свою продукцію і послугі представляють каля 300 предприємствів і організації Беларусі країн близкага і далекага замежжа. Удзіл у мероприємстві приймають звыше 20 офіційних делігацій з 13 держав. А прача демонстрації промыслового потенціалу регіона у программе выставы «Міжнародная свята рамесніка у Гомільська весна» з удзілом майстрів з Росії і України. Так само сьолітній новинкой стала організація колективних стендів замежних удзільників, кожна з яких размещана на території прикладно у 50 квадратних метрів. Люди повинні прийти сюди з однієї сторони, посмотіть і увіцять, а що таке Гомільська область зараз. А з іншої сторони вони повинні мати можливість просто віддіхнути. Сьогодні у Гомільськ пройшов «Міжнародний чемпіонат молодці предприємництва». На им свои бизнес-проекты представили студенты из Беларуси и близкого замежа. Подробностей у Ганны Ковалевой. Четыре краины, 20 команды, десятки бизнес-идеи, международный чемпионат молодой предпринимательства проходит у Гомеля в девятый раз. Все лета он набыл новые умовы проведения новых удельников. Так, окроме традиционных Беларуси, Украины и России, успеся краин-удельниц, на этот раз появился Казахстан. Первый раз в Беларуси, также мы впервые гомели в этом конкурсе. Впечатления и эмоции зашкаливают, очень интересно, очень гостеприимно нас встретили. Также понравилась сама Беларусь, очень чисто, очень доброжелательные люди, все веселые, все радостные, эмоции просто. Программа чемпионата охопливает три дни успеха мероприемства, презентационная выстава, майстер-классы, сострича с успеховыми бизнесменами и, вядомы же, инвесторами, которые готовы укласти свои сроки у перспективной идеи. Одна из них социально ориентованная, иншая только коммерцийная, причем некоторые уже працуют и навод приносят прибыток своим ауторам. Есть ряд проектов, которые получили практическую реализацию, которые коммерциализированы. Например, на чемпионате впервые был представлен проект «Компьютер для пенсионеров», «Планшет с нуля». И мы этот проект реализовали. И на базе университета кооперации проводятся такие курсы, которые помогают вести студенты в том числе. Все лето на чемпионате пропоновали и инновации, которые могут применяться в сферах адукации, науки и громадского харчевания. Например, были презентованы новые махчимости 3D-друку и харчевые продукты абсолютно нового типа. Известно, что самый пик приходится на молодые годы у каждого человека, когда брулят идеи. И самое главное – их всегда найти возможность поддержать в этих их изысканиях. Потому что предпринимателем может быть не каждый, но молодой предприниматель – это, я бы сказал, инициативный человек не то что в квадрате, но и в кубе. Все лето в чемпионате приняли удел 120 человек. Как показывает статистика минулых годов, прикладно 30% из них уже праздникальки годов станут успеховыми предпринимательниками. Ганна Ковалева, Максим Славин, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня прошел областный день резервиста на тему удосконаления профессийной деятельности керавников сельско-господарчей Галины. Пляцовкой для проведения форума стал Гомельский район. Удел у мероприемствия приняли особы, які знаходятся у резерве Гомельского облывы канкама на замещение посад в управлениях сельской господарки и харчевании райвы канкама. Головная мыта работы с кадровым резервом, развитие лидерских здольностей и рост потенциалу будущих керуючих работников. Удельники семинара – это люди на профессийной якости, яких робится ставка. От них шмат учим будет залежить будущее региона и эффективная работа сельхоспортприемствов. Подчас мероприемства свои парады удельникам давали керавники, які зараз працуют на отказных посадах. После делегация ознайомилась с реальными прикладами работы на предприемствах – комбинате «Усход» и Гомель-Дзержплем предприемства у поселку Калинина Гомельского района. В первую очередь, как итоги 2016 года, это, наверное, второе место в соревновании среди районов области в своей подгруппе. То есть это говорит о том, что определенную подушку безопасности нашего района и выполнение показателей и всего остального мы заложили. В 2017 году основная задача, так же, как и говорил президент, в принципе, это обеспечение достойной заработной платы наших людей и, соответственно, обеспечение достойного уровня жизни. Директор Коммунального унитарного предприемства «Кинотаур» Миколай Старостенко за досягнение у кинематографичной деянности отримал медаль Франциска Скарыны. Гэтую высокую узнагороду уручают работникам навоки, адукации и культуры, завыдатные профессийные поспехи, значное особистое укладу развития и примножения духовного и интеллектуального потенциалу культурной спадщины белорусского народа. Вероника Ворошилина, Володая, подрабязностями. Миколай Старостенко – человек-працовитый, метанакерованный, який горит любимой справой. Кинематографичной деянностью он просветил омаль 40 годов, зараз означаливая коммунальное унитарное предприемство «Кинотаур». И он добро ведая густы сучасных глядачов и умеет продважить, что будет запотребовано в наступном сезоне. Вокол сябе сформировал таки шталиновитый креативный коллектив, який мкнется радовать своих наведовольников новыми оригинальными проектами. Миколай Старостенко упевненный, отзначенный президентом краины досягнений, який генеровый узнагорода медаль Франциска Скарыны «Заслуга коллективная». Это награда, это заслуга и всего того коллектива, который работает под моим руководством. Нам удалось реализовать нашему коллективу такую формулу, формулу успеха, я ее называю 4К. Это кинофильм, кинореклама, комфорт и сама команда. Задача, которая стоит, это высший уровень обслуживания наших зрителей. И нам это удалось, я еще раз говорю, и мне, и моей команде. Продприемство «Кинотаур» завсёду улишивает все сучасные тенденции, дякуючую чему кинотеатры Гомеля уже давно перестали быть местом только для прогляду фильмов. Например, уникальный проект онлайн-трансляции лепших постановок, что идут на сценах Лондона, Нью-Йорка и Парижа, дозволяя гомельским киноаматорам траплять на спектакле ведущих театров свету. Кинопремьеры «Кинотауры», как правило, супроводжаются видовищными перфомансами, культурно-зававляльными программами, текавыми сустрэшами с удельниками творчих знамочных групп киностужек. Так само у кинотеатра Гомеля ладятся специализованные показы и кинолекторы для нвушенцев, проходят познавальные и тематичные мероприемства для подрастающего поколения. Ожидается у нас очень интересная премьера. Это продолжение фильмов «Пираты Карибского моря». Ожидается премьера 25 мая. Мы будем делать очередную предсеанс мероприятия. Костюмированные герои будут. Надеемся, что будет очень интересно. В каникулярное время тоже будут мероприятия для детей, будут для них показы фильмов. Будут какие-то мероприятия тематические. Продприемство «Кинотаур» не стоит на месте и имкливо развивается. Усе кинотеатры Гомеля зараз отповедают самым сучасным потребованием. Просторные залы, изрушенные сядения, великие экраны для прогляду фильма у 2 и 3D формате. Усё тут створено для комфорта глядачу. В ближайший час продприемство «Кинотаур» плануя проступить до ремонта у малой зала кинотеатра Калинина. И она будет одновлена по лепших европейских стандартах. Не будем забывать, что кинотеатр имени Калинина является памятником истории и архитектуры. И мы, там эти элементы будут сохранены. Плюс всё то же самое, современная отделка. Всё будет совершенно новое. И я думаю, наш зритель будет очень рад. Это будет наш подарок гомельчанам, гостям нашего города к юбилею кинотеатра имени Калинина. Вероника Врашилина, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель». Цуды паперового листа представили у выставочной зале картинные галереи Гаурии Лавашченки. На выставе можно убачить больше за 60 экспонатов двухразового переможца Сусветных Олимпиад по Оригаме Дмитрия Лысюка. Зараз Оригаме займаются миллионы людей. Для этого занятка характерна релаксующая и реабилитационная деяння. Украине у заходящего солнца его приписывают хворым, которые перенесли инсульт. Сначала пациенты складывают самые простые фигурки, а лишь с часом переходят до больших складанных, обновляющие страшные за хворобы рухальные функции. По схемах Оригаме у Японии выучают геометрию. Аутор работ Дмитрий Лысюк по основной специальности – физик-оптык. Тому просторовое и геометричное бачене у его профессийно развита. Для этого белорусского майстра создается неисную тем, который объем не закранировал в своей папировой творчестве. Человеки-живелы, кветки, фантастичные персонажи, герои мультфильмов, предметы попыту, узоры и многое иншее. ГТ, а так само иншее новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд» с Максимом Савиным. Ну а я ж с вами развитвуюся. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин